Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, а на ваших экранах Crysis Remastered. Я с большим пиететом отношусь к оригинальной серии Crysis, в особенности люблю первую часть, потому что она легендарна, буквально миметична, и в свое время она была настоящим бенчмарком для проверки компов, то есть если у вас шел первый Crysis на высоких или ультра настройках, то у вас было топовое железо и можно было этим хвастаться. Собственно, спустя годы ничего не поменялось, за исключением того, что теперь у нас есть Remastered версия с современными настройками графики, с поддержкой DLSS, с карточками и достижениями в стиме. И, друзья мои, давайте начнем это прохождение. Уверен, это будет очень круто. Курсант, рядовой офицер или спецназ. Боже мой, без перекрестия, но я и так играю без него, без предупреждения о гранатах. Обычный бинокль противник говорит по-корейски. Ой-ой-ой-ой. Обычный бинокль противник говорит по-русски. Но я и так играю без перекрестия. Давайте на офицере. Я думаю, это будет круто. Семь дней спустя. Острова Лингшан, Филиппинское море, 14 августа 2020 года. Говорит командир. Высота 8000, курс 90. На отаре помехи возможна гроза. Никак нет, командир. Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар брали. Три минуты до высадки. Эй, Номад! Ты живой там, а? Угу. Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока! Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. Два дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедицией. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Похищник, подходим к цели. Ждите зелёного. Ладно, парашюты и маски. После выброски держите со мной. Раскрыть её по сигналу. Внимание! Пять, четыре, три, два, один. Пошёл, пошёл, пошёл! Кавабанга! Полетели. До встречи на земле! Какой всё-таки голос у пророка шикарный. Найд-Вижн. Найд-Вижн. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде. Тома! Что за чёрт? Ух ты, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Парашют? Чёртов парашют! И запасного нет. Держись, парень. Ты на дворой. Костюм должен погасить удар. Да тут не так, чтобы и глубоко. Чёрт. Ну хотя бы живой. Нома, доложи обстановку. Я в норме. Только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка! Псих здесь. Ух ты, какая тортила. Шок на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, приём. Ацтек, ответь. Ацтека нет, на связи. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично повреждён. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Угу. Недостаточная энергия. Отлично. Теперь всё в норме. На кью режим защиты. До сих пор не отвечает. Номат. Бери шута и исчез. На е-режим маскировки. Маскировка актива. Проверь экран заданий. На тап. Наше задание. Значит, нужно найти шута. Армия КНДР оккупировала остров Филиппинское море. Доктор Розенталь и четверо американских археологов захвачены в заложники. Ваша задача освободить всех пятерых. Понял. Сделаем. Какие же всё-таки голоса крутые у персонажей в нашем дубляже. Вот кто смотрел кино в нулевые или играл в игры в нулевые, а оригинальная игра, если что, вышла в конце нулевых, то, ну, конечно же, узнали Бурунова, Кретова, Колгана, Филимонова. Ну, это потрясающие голоса. Ну, и, конечно, сама игра шикарна. Чего уж там скрывать. Офигенная. Так. Водичка такая приятная шумит. Откуда тут этот ящик? И откуда там огонь, судя по всему? Угу. Так, назад у нас положение прилечь. Воды будем знать. На вой рукопашный вой. Хорошо. Проверь глушитель. На X модификация оружия. Ага. А, нет, ну, естественно, глушитель, конечно. Я уже начал выполнять ачивку коллекционер. Нет, зачем мне фонарик? Не надо, не надо нам так светиться. А вот коллиматорный прицел и тактический блок, конечно же, поставим. Вы видите усыпляющие пули, нажав 5 при использовании оружия с тактическим модулем. Ого. Вот это да. Это одиночный режим, а это, видимо, вот как раз-таки дротики. Да, усыпляющие пули. Сейв-точка прошла. Будь осторожен, номад. Впереди противник. Угу. Интересно, как на него сработает усыпляющая пуля. Очень даже хорошо. И у этих пуль есть КД. Понятно теперь, как это работает. Ну, с точки зрения баланса, да? Вижу противника. Индикатор рядом с радаром показывает уровень тревоги. Хорошо. Что, уже по мою душе идут? Ну, если что, у меня есть режим маскировки, я его активирую. С привеличайшим удовольствием. Маскировка активирована. Угу. Полиция у меня нет никакого желания. Маскировка активирована. При этом очень бы... Недостаточно инактивно. Ну да. Одной пульки явно было маловато. Для такого маневра этот хрен проснулся, да? Отсыхаешь. Ну, лады. Лады, лады. Все. Порешали проблемы. Хотя, конечно, некоторые проблемы приобрели. Но это же обучение, в конце концов. Так, тут фальшфер кинул. Явно кто-то хотел, чтобы его заметили. Так. Отлично. Ой, как быстро я бегаю. Как слышно? Слышно хорошо. Довожи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись. Помощь скоро будет. Блин, конечно, вот эти усыпляющие пули тема прикольная. Но то, что... Есть определенный КД. Такое... Такое... Балансное, конечно. Здоровское. Ну, иногда... Вот, как бы... В порядке стелса может и подвести. Знаете, таким Far Cry первым повеяло. Что, собственно говоря, неудивительно. Потому что и первый Far Cry, и первый Cry сделала одна или та же контора. О, свои. Ну, пойдем. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Астек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то. Похоже, корейцам кобздец. Астек, ответь! Мадресантисимо! Астек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Господи, я начал молиться. Пророк, помоги! На бот, шут к нему, живо! Ну, друг! Летим, летим! Желесть. Да, блин. Ух ты! Нет, нано-костюм это вещь. Однозначно. Включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. В чем максимум брони? Вроде все путем. Вроде все путем. Ну, проблема. Но я в защите. Защита включена. О! Это наша тема. А вот и корейцы растерзанные. Боже! Что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Обычно после этой фразы наступает какая-то жопа. Голову выше. Блять! Сукин, ты сын! Охереть. Шут! Ответь! Что с ацтеком? Мертв босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Вау. Черт. Никогда не привыкну. Адью, Омега. Это точно. Был человек и нет человека. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номат, отправляйся в зону высадки. Носкар, собственно говоря. Выполняй, пророк. Маскировка активирована. Заберем патрончики. Я по ключике нажал Е. Но Е здесь это маскировка, а не активировать. Да, что-либо. И подобрать вещи. Включи маскировку. Пока что в этом нет необходимости. Я запалил там корейцев. Сейчас все сделаем аккуратненько. Оружие наше с глушителем. Маскировка активирована. Главное не злоупотреблять. Я потихонечку начал выполнять ачивку ниндзя. По бесшумному устранению всяких гадов. Ну и все. Нормалетчик. Маскировка, конечно, нихерово отнимает энергию нашего костюма. Номат, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, Пророк. Выполняю. Сделаем. Все выключим. Но надо быть аккуратным, потому что мало ли... Где-то может какие-нибудь корейцы приныкались. Я, конечно, так посмотрю на мини-карту, но... Ой, боже мой. Боже мой, какие виды. Какой сок. Господа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Бинокль, естественно, на B. Вижу большую антенну. Похоже, это есть лошенка. Ну-да-да-да. Вижу моторочку. Так. Угу. Всех я отметил. По крайней мере, постарался отметить. Всех врагов. Ну и давайте попробуем вынести всю эту чепуху. Нет, вам показалось. Активировано. Чёрт, они вызвали подкрепление. К тебе идут выстрелы противника. Лихо. Хм. Корейцы не фингером деланы. С другой стороны. В игре всегда приятно постреляться. Есть. Ну блин, я реально ощущаю себя, как будто я играю в... В первый Far Cry. Реально. Но такой прикольный первый Far Cry. Не дубовый деревянный, старый, из 2004-го, а классный. И интересный. Собственно, даже вот эта фишка с тревогой. Из того же первого Far Cry. Когда наёмники поднимали тревогу в лагерях. Могу я взять курочку? Конечно, могу. Пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Мне дали ачивку за Олок. Хе-хе. Кавабанга! Нихера себе бройлер. Крышу проломил, прикиньте. Так, зачем я включил? Машинально, машинально, ребятки. Так, а у меня патронов-то не особо-то и много. Да? Что, может взять калаш? Или не стоит? А у меня... Я могу и калаш тоже носить с собой. А могу я его затюнить? Еще как могу. Боже мой. Боже мой. Это просто потрясающий. Так, тогда мне надо подсобрать боеприпасы. У ребят, у которых я тут пострелял. Просто знаете как... Ну вот кто в Call of Duty играл в старые, опять-таки, сегодня что-то много, я делаю отсылок к старым играм. Кто играл в старые игры, тот знает, да, что всегда надо брать оружие, которое есть у противников. В Call of Duty это, как правило, был МП-40. Вот. На него всегда будут боеприпасы. То есть, всегда будет чем пострелять по врагу. Также здесь это, видимо, вот этот FY71. Он же AK. Ух ты, мама дорогая. Дружбаны. А, дружбаны? Мы что задумали? Там джип стоит. Бронетехника врага. Или да? Место высадки захвачено противникам. Да. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП. Тебе придется... Там Хамвик стоит. Принимай координаты. И, по-моему, Хамвик готов. По карте. Да. Но мне, собственно говоря, нужно вдоль побережья двигаться. Я бы что-то такой, что с удовольствием взял бы транспорт. Корейский. Или не стоит, ребятки. Или не стоит. Собственно, кто мне запретил? Так, на 1-2 выбрать место, соответственно, стрелка, либо водителя. Так, как у нас? Откуда шмальба? Здорово, суки. Хорошечно я их причесал. Хорошечно. Мне даже понравилось. Так. Давайте попробуем прокатиться чуть дальше. Вот откуда они приехали. Ждет ли нас здесь что-нибудь? А я, между прочим, еще и правильно еду. Блин, ну реально, вот как было бы круто увидеть обновленную версию первого Фаркрая. Жесть. Нормально меня причесали. Я охерел вообще. Максимум брони. Сучка спряталась. Так. Мне нужен калаш. FY, вернее. Кидаю гранату! Жалко, нет автоподбора, кстати. Вот это... Это бы очень... Очень бы спасало меня. Экономило бы время. Забери, забирай. Молодец. Молодец. Так, ну теперь надо с этим чекушью разобраться, да? Ну и все. Внимание! Сигнал бедствия идет из долины в трех километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо окопался. Понял. Угу. Так, на наш патронов-то немного остается. На самом деле. Как бы расстраивает. Опа-на. Добрый вечер. Ну, конечно, глупо было бы рассчитывать на то, что я буду пулеметом срезать пальмы, кусты. Как это было во втором Фар Крае. Ну, второй Фар Крае делали уже юбисофты. Стоять. Вижу маршрутку к нам едет. Есть. Чудо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, ребята, видимо, на вот этом вот баркасе причалили сюда. Поэтому их тут так было много. Контрольная точка. И сваливаем. Все. Уходим в леса. Партизанить. Собаки, говорит, собачья смерть. Любопытно. Вообще, по большому счету, можно было бы ставить самый максимальный уровень сложности. Я думаю, что вот эти реплики, которые звучали бы на корейском... Ну... Ничего бы, собственно. Маскировка активирована. Мы от этого не потеряли. Хотя, как будто бы подразумевается, что... Это что-то значимое. Животинка какая-то побежала. Недостаточно энергии. Все. Аккуратно. Маскировка активирована. Говорит, помогите кто-нибудь. А кто просил помощи? Спокойно. Вижу. Объект вижу. Струсливый янки! Откуда? Охереть, корейцы глазастые. Так и не скажи, что разрез глаз не очень. Палят вообще всю контору. Да. Я даже, честно говоря, как-то не ожидал. Возможно, что-то в игре сломано. Что вполне вероятно. Ну уж больно реально глазастые они. Маскировка активирована. Хотя, скорее всего, это я слеп. А не они глазастые. Там вся эта губ-компания стоит рядышком, поэтому я сейчас, наверное, их и сбрею. Недостаточно энергии. К тебе идет новый отряд корейцев. Ну, пусть идет. С удовольствием встретим. Главное, чтобы не убили. Остальное как-то все равно. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Сейчас зайдем и красиво-красиво-красиво запиндюримся. Примерно вот так. Интересно, конечно, работает эта система. Я тоже тебя видел. У меня граната уже летит. Добавно. Спокойствие. Спокойствие. Побежали. Как они быстро меня идентифицировали, что я американец. Хотя, видимо, тут другие не водятся. Боеприпасы мне. Все? Вроде бы все. Нехило мы тут, конечно, затусили. Да, собственно говоря, это и неудивительно. Никаких гранат. Черт. А есть что-нибудь в домах полезное? Конечно же, есть. И гранаты есть. Ух. Науай. Выбор гранаты. И, ну, понял. О, ой-ой-ой. Сейчас будет бум. А ведь я тоже могу гранатку закинуть. Выбегаю. Выходим. Убери. Сейчас я будто Макс Пейн. По-македонски врываюсь. Ё-моё. Спасибо тебе, чел, за боеприпасы. Очень это приятно. Хоть какой-то с вас толк. Такс. Не, вообще, конечно, стреляться в каразисе весело. Может, не такой мощный импакт от оружия, как в других, да, играх. Даже года, когда вышла оригинальная игра. Или 20-го, когда вышел ремастер. Но, тем не менее. Тем не менее. Перестелки, они достаточно весело. Так, ну чё. Поехали. На транспорте всегда быстрее и веселее. Номат, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сметения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Времени мало, Номат. Включи режим ускорения. Я тут вижу какие-то постройки. Вижу корейцев. Максимум брони. Не надо мне брони. Игреха-муха. Ребята очень глазастые. Очень глазастые. Я не знаю. Возможно, это стоит как-то профиксить. Маскировка активирована. Бляха-муха. Граната. Ну, палят они. Будь здоров. Прикроем. Нужно перезарядиться. Вот что надо говорить. Маскировка активирована. Убейте его! А я убил тебя. Не забудь боеприпасы собирать, чтобы в какой-то момент не остаться. Ну, где он? Во. Все. Забрал. Чтобы в какой-то момент не остаться вообще без патронов. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Да я и не собираюсь прорваться. Ну, чел зарядку делает. Молодец. Маскировка активирована. Пеликан. Недостаточная энергия. Ты меня называла. Пеликан. Мы с тобою не пара. Так. Еще один срисован. Очень бы, конечно, не помешало мне какое-нибудь дальнобойное оружие, друзья мои. Ну, просто чисто дальнобойное, чтобы издалека их снимать. По стелсичу. А так все на короткой и на средней дистанции. И, как правило, не ваншотище. Но, за исключением, наверное, усыпляющих боеприпасов, дротиков. Не удивлюсь, если они меня сейчас услышат. Маскировка активирована. Просто как я тут хожу. А ведь их тут было больше. Я имею в виду больше, чем двое. Недостаточная энергия. А могу я распоряться с ним в ближнем бою? Могу. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточная энергия. Не убегай, сука. Спасибо. Угу. Маскировка активирована. Вот твари, уже издалека всю контору палят. Не, конечно, некое подобие стелса тут однозначно есть. Но оно такое же корявое это подобие, как и в первом Фар Крае. Ну, то есть, как будто бы, как будто бы какой-то стелс есть. Вроде иногда враги могут тебя не заметить. Ты можешь их как-то обойти красиво. Но по факту... Единая система цельной тут нет. Псина сутулая. Почти мне все хп снес. Штаб корейцы. Дополнительное задание. Ну, давайте, собственно говоря, проникнем в штаб. Покажем, кто здесь босс. Угу. Пистолет. Такие пулеметы какие-то. Очень странного вида, учитывая то, каким оружием вооружены мы и наши противники. Ну, пулеметы, не знаю, выглядят, по-моему, немножко архаично. Хотя... Может, это просто дизайн такой. Номат, ты приближаешься к штабу. Советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным. Да ты что? Что, правда, что ли? Маскировка активирована. Там машина стоит, да? Аккуратно, плавно. В кустике. Недостаточно энергии. Все. Сидим, копим. Сидим, копим энергию. Маскировка активирована. Желательно все это делать, конечно, без резких движений. Потому что резкие движения очень сильно отнимают энергию. Энергия для нас важна. Так. Не просто штаб нам дали задание проникнуть в штаб. Дополнительно, причем, задание. Я, конечно, буду стараться выполнять. Такие вот квесты. Небольшие. Они явно нам сыграют на руку. Так, давай покопим. Энергия для нас. Энергия для нас. Энергия для нас. Маскировка активирована. Угу. Так, ладно. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточная энергия. Да жеванный крот. Вы че? Огонь. Огонь. Выходи. Воров. Я обслуживаю фон Борни. Проверь терминал. Попал выназвать тактическую сеть. Понял. Маскировка. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично. Судя по этим данным, они покоивали все гражданство населения за считанные дни. Что же они скрывают? Черт возьми. Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон – серьезный противник. А еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Самое главное, что мы выполнили задание. И сейчас на всех парах. На всех опорах. Побежали. Побежали, 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 побежали. Вот и все. Сделали дело и свалили. Отлично. Смысл с ними перестреливаться, правильно? Угу. Так, далеко ли нам? Да не очень. Да не очень-то. Не очень уж и далеко. Маскировка активирована. Я думаю, что, конечно же, видимость наша связана с уровнем сложности. Несмотря на то, что это не озвучивается в выборе. Там, когда говорят, что отсутствует перекрестие прицела, хотя я сам всегда без него играю. Противники говорят на корейском и так далее. Маскировка активирована. Не говорится про это, но я думаю, что это связано. Потому что, ну, враги очень глазастые. Не знаю, может, я привык к каким-то казуальным играм, где... Так все. Очень. Примерно и... Противники действительно слепы. Ну, относительно этой игры. Маскировка активирована. Или хотя бы, знаете, что очень бы спасало сейчас меня и мою жопу от горения? Чтобы у противников была какая-то, ну, определенная шкала. Чтобы они поднимали тревогу или сразу же. Попробуй прорваться с помощью гранат. С помощью гранат? Серьезно? Сейчас посмотрим. Маскировка активирована. Ммм, да там ребята серьезные сидят. Ну, нормально, я их там окучил. У них даже дробовики, по-моему, уже пошли. Неплохо. Вообще, да, гранатами тут с ними расправиться гораздо легче. Сюда. Ты должен это видеть. Кто там с ними порог? Забудишь. Рассказывать бесполезно все равно не повинешь. Понял. Маскировка активность недостаточная. Максимум брони. Так. Дайте мне калаш. Взрыв. 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 Слушайте, можешь заменить мой скар на дробаш. Дробовик, мне кажется, это прикольная темка. А можно какие-то навесить... Ну, фонарик можно на него навести и коллиматорный прицел. Как будто бы это стоит того. Ну, хотя бы в ночных локациях, народ. Гренычи. Хотя бы в ночных локациях, я думаю, что с дробовиком будет очень даже хорошо. Так. О, еще. Источник сигналом. Так. Сигнал сигналом. Стоп, что там? А, на пистолет боеприпасы. Нафиг мне пистолет. Пистолет в Крайзисе, как пистолет во многих, кстати говоря, старых играх, это так. Ну, исключительно запасной вариант. На крайний случай. Поэтому, собственно говоря, пистолет... Как правило, это оружие неотъемлемое. То есть, его нельзя выкинуть, нельзя заменить ни на что. И все такое. Зов лузки. Не особо мне нравится вот этот вот лотербоксинг. Ну, грубо говоря, черные полоски. Сверху и снизу. Ну. Эффект киношности. Зато. Давай. Ну, мот. Запрыгивай. Молодец. Никого. На всякий случай. Ой-ой-ой. 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 Что меня так мажут? Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда. Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет. Но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно. Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь. И ты это знаешь. Астек мертв. А мы даже не знаем, что его убило. Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Заволчи, псих! Вы все все знаете. Задача найти людей. Этим мы и займемся. Выходим немедленно. Это приказ. Что-то есть. Охереть. Вот это ксеноморф. Вперед! Ну! Найти шута. Все, убежали. Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Недостаточно энергии. Твоим этом и корейцев метелят. Вот черт. Ты это видел? Держите курс. Надо найти шута. Идем на восток. Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Быстрее. Держись, шут. Держись. Сейчас все будет. Ой-ой-ой-ой. Какая мразь. Здоровенная, блин. Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди. Я его уничтожу. Прощай, друг. Глядим, Боба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, номер. Ну, подвигали дальше. Опа, да. Вижу антенну. Вижу антенну. Но в этот раз мы уже с напарниками. То есть, как бы, это все должно быть интереснее. Динамичнее. Ну, вот корейцев я что-то тут не наблюдаю. Зато вижу труп. И второй труп. На всякий случай, я в режиме... Угу. Я думал, что... Можно это оборудование использовать. На наше благо. Боже, они взяли заложника из Гражданска. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей разомтали. Номат, иди в разведку. Рассмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Риоритет заложник. Ясно? Угу. Всех тебя прикроет, когда закончим. Хорошо. Найдите заложника в деревне. Сделаем далеко до деревни. Прилично. Прилично. Ну, не... Собственно, не очень долго-то я радовался. Вот мы и снова одни. Но виды, конечно, шикарные. По моим воспоминаниям, они такими были и в оригинальной игре. Ну, а в ремастере, конечно, это все сочнее. Приятнее. Во всех смыслах. Хотя, вот знаете, картинки не хватает какой-то вот... Ну, контрастности, что ли. Ну, дерево как дерево, да. Ну, вот не хватает чуть-чуть поконтрастнее. Ряда элементов. Можно капустку забрать? А ударить можно? А пострелять? Ну, херушки там, конечно. Еще эффектов. Захотел я. Шиш. Так, это что за валуны? Это удобрения? Удобрения я могу забрать. И метнуть. Могу блоки. Нет, это не блоки. Это... Ящики с бананчиками. Тяжелые бананчики. Поехали. Тише, ребята. Впереди волны быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номат, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню. Где вертолет? Вон он. Ну, конечно, грамотно. Я из засады накрыл этих ребят, но... Вертушка меня все еще напрягает. Куда она там полетела? Ладно. Пророк, блин, напугал меня. Впереди могут быть снайперы и техника. На кой они нам сдались? Эти снайперы и техника. Противник обнаружен. Да я и не скрываюсь. Если уж на то пошло тихо. Никаких гранат. Они на пляже. Ну и лады. На пляже так на пляже. Что это у них тут? А-а-а! Водичку пили. И на мусоре, или падлы? Это козлы, блин, конечно. Так, давайте тут, наверное, лучше спешимся. И пойдем пешочком. На пляже хотя бы на фоне белого песка я могу заметить. Черные силуэты. Вот в траве и на фоне камней уже вряд ли. Ребята, вы не поверите, но похоже, этой операцией командует сам генерал Рич Ханг Хон. Тот самый, который устроил знаменитую резню. Вот ты что тут забыл? Не знаю, но бойся осторожным. Это опасный тип. Угу. Впереди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Там патруль идет. Маскировка активирована. Твою мать, еще какой крупный патруль. Там что-то было? Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Сейчас я выйду аккуратно с биноклем, просто чтобы их всех пометить. Подозрительный, подозрительный. Хе-хе-хе-хе-хе. Опа. Вот и все. Конечно, это глупость первостатейная. То есть, смотрите. А я его усыпил, он лежит. У этих козлов ноль реакции. Ноль. Нули на абсолютное. Зато когда я стрельнул в голову, чел завалился, издал звук. Все. Это палево, это жесть. Как это работает? Недостаточная энергия. Неясно. Точнее, в том плане, что не работает. Так, видимо, командир все еще живой, поэтому надо ему три раза в жбанчик. Четыре. Вот этот живой. Во. Все. Раскидал я их всех. Ну, ничего. Приноровимся, ребятки, к стелсу. Будем сделать красиво. Будем исполнять четко. Как учили. Да. Так, это что, краб-отшельник? А нет, просто обычный краб. Братишка, иди плавай. Так, моторочка. Сексуальная. Сексуальная моторочка. Так, водите в тактическую сеть корейцев. Как будто бы, ребятки, это задание нам надо выполнить. Вот как будто бы надо выполнить его. Омагадабл. Недостаточной энергии. Че, они меня отсюда заметят? Я, кстати, не удивлюсь, если реально заметят меня отсюда. Вот это будет веселье. Так, могу пропрыгаться? Что за звук такой интересный? Музыкальный акцент какой-то был очень странный. Маскировка активирована. Я же правильно иду? Я иду очень даже правильно. Маскировка активирована. Ну, теперь, друзья мои, я буду знать, что усыпляющие боеприпасы тревогу не поднимают. То есть, мне даже не нужно выбирать место для ликвидации противника. Чтобы как-то сделать это все аккуратно, чисто. Просто, ну, меня бы смутило, если бы мой напарник, товарищ внезапно бы упал без видимых на ту причину. Но корейцев это, видимо, не смущает. Маскировка активирована. Маскировка активирована. приличных тут елки-палки недостаточно энергии час час начинаю копить было круто прокачать вот эти усыпляющие боеприпасы маскировка вот чтобы у меня вот этот вот тактический блок он был какой-то более экономичный что дожди еще один козел ну начнем а ну да на том собственно говоря и закончим наш стелс сегодняшний а я тут перемещаясь быстрее чем вы мне показалось или я слышал машину наверное показалось я уж думал ко мне едет бронетехника и плотные корейцы тихо 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 я чуть не открылся но я гранаты зацепил 1 максимум брони ну и все не так конечно красиво технично как я планировал но меня и такой вариант тоже устроит самое главное ведь задание выполнить и кстати друзья мои я что-то так посмотрел на время на продолжительность серии я думаю что наверное на зачистке этого радара стоит закончить сегодняшнюю серию вот здесь где-то находится компьютер мгм пророк я у радара копируй данные внимание у нас есть точные координаты заложника его держат в здании школы проверь карту на радаре что-то есть похоже сюда идет большой флот что-то не верится целый флот и все из-за нас не отвлекайся сейчас твоя задача найти заложников штурмовый прицел это классно штурмовый прицел это весело друзья мои на этом действительно я закончу сегодняшнюю серию и продолжим уже в следующей огромнейшее вам спасибо за просмотр спасибо что досмотрели видео до конца надеюсь вам нравится мое прохождение удачи вам дорогие друзья играйте в хорошие игры подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на бусти там видео выходят раньше и у вас будет доступ к закрытому телеграм-каналу не болейте дорогие друзья всем пока кое-как Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин